Всем доброго дня! Сегодня хотим пригласить вас вместе с нами посетить главную водную достопримечательность Швейцарии, а именно Рейнский водопад. Это очень красивое живописное место и Рейнский водопад с гордостью носит название самого большого по объему низвергающейся воды водопада в Европе. Так что здесь есть на что посмотреть. Чтобы добраться к водопаду есть несколько вариантов. На машине, если вы путешествуете индивидуально или же воспользоваться междугородными поездами и электричками. Обратите внимание, что прямо возле водопада существует железнодорожная станция. Она называется Schlosslaufen am Rheinfall и сюда идет поезд С-33 от Schaffhausen или Zürich. Насладиться видом на Рейнский водопад можно с нескольких смотровых площадок и они расположены как на северном, так и на южном берегу Рени. Ну а для тех, кто желает больше адреналина и острых ощущений, предлагают водную прогулку на катере до скалы, которая расположена в центре Рейнского водопада и на ее вершину ведет пешеходная тропа. Таким образом вы окажетесь в самом сердце этой бушующей воды. По стоимости такая водная прогулка обойдется вам в среднем 7-8 евро. Чтобы подобраться поближе к Рейнскому водопаду, мы решили поехать к замку Лауфен. Он находится на южном берегу Рейна. Здесь есть очень большая парковка, абсолютно бесплатно вы на нее заезжаете, паркуетесь и уже подходите непосредственно к кассе, где можно приобрести билеты, чтобы спуститься к Рейнскому водопаду. Их стоимость в среднем 5-6 евро на человека. Здесь оборудовано несколько смотровых площадок и постепенно спускаясь все ниже к водопаду вы будете подбираться к каждой следующей из них. Но нужно быть очень осторожными, потому что всегда здесь очень влажно, от водопада летят брызги и достаточно скользко, поэтому нужно очень аккуратно спускаться. Ну а для тех, кто не желает или не имеет возможности спускаться по крутым ступенькам вниз или же подниматься вверх, существует специальный лифт. Когда видишь издалека Рейнский водопад, то он не кажется каким-то супер мощным, большим. Конечно же идет шум воды издалека уже, но чем ближе к нему подходишь, чем ниже спускаешься к этим смотровым площадкам, ощущаешь насколько это огромнейшая сила и мощь воды. Друзья, вот эта самая нижняя площадка смотровая, она ближе всего к водопаду. Мы сейчас на нее спустимся, покажем вам, какой откуда открывается. Необходимо отметить, что к Рейнскому водопаду стремится всегда множество туристов, потому что это действительно очень красивое место. Но мы были здесь в начале октября и, как видите, людей немного. Можно было свободно пройтись, пофотографироваться, поснимать и просто насладиться шикарной природой и Рейнским водопадом. Если вы будете в Швейцарии, недалеко от Рейнского водопада, то мы обязательно рекомендуем вам его посетить. Это действительно очень достойное место и вы не пожалеете этих несколько часов, которые здесь проведете, потому что вы получите множество позитивных эмоций, насладитесь этой шикарной природой и действительно отлично проведете время. На этом мы будем заканчивать наш сюжет. Спасибо вам за внимание и что были сегодня вместе с нами. Желаем вам всего самого наилучшего, отличных путешествий и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok